Этот пожар случился в апреле 2020 года в городе Монтера, во французском регионе Иль-де-Франс. Все четверо парней беженцы, один из них узбекистанец. 37-летний уроженец города Коканда Мухсинджон Ахмедов. Остальные выходцы из Чечни. Мы жили в соседнем подъезде, я услышал шум, крики. Смотрю, горит соседний подъезд. Я выбежал на улицу, но мне не удалось зайти в соседний подъезд. Как только мы открыли дверь, оттуда вылетело огромное пламя. Смотрю, горит потолок. Я еще никогда не видел такого. Поэтому мне пришлось забраться по стене на третий этаж и через балкон соседней квартиры попасть на балкон квартиры, в которой жил пожилой мужчина. Пожарных еще не было. Этот пожилой мужчина мог умереть, так как до приезда пожарных при этом пожаре погибли два человека. Маленькая девочка и ее мать. Маленькая девочка и ее мать, жившие на верхнем этаже, погибли при пожаре. Из горящего семиэтажного жилого дома эвакуировали 40 человек. Четверо парней, приступившие к борьбе с огнем до приезда спасателей, заслужили благодарность жителей города. А мэр города Монтерра Джеймс Шерон вручил им почетную медаль города. Активисты, узнавшие о том, что парни-спасатели являются беженцами, обнародовали петицию. За прошедшие два года ее подписали около 29 тысяч человек. В настоящее время Мухсин Джон Ахмедов живет во Франции, однако его будущее остается неопределенным. Он так и не смог получить ответа на свое обращение о предоставлении убежища. В 2016 году власти Узбекистана объявили его в розыск по нескольким статьям, связанным с терроризмом. Он утверждает, что является одним из тысячи узбекистанцев, которые при ныне покойном исламе Каримове были необоснованно объявлены в розыск по незаконным и сфабрикованным обвинениям силовых структур. Он говорит, что был вынужден покинуть Узбекистан в 2015 году из-за преследований, начавшихся после того, как в один из дней сотрудники правоохранительных органов внезапно ворвались в его дом. Это было летом. Был месяц Рамадан. В 5 часов утра ко мне домой пришли трое сотрудников милиции. У них не было документа, дающие право на проведение обыска. Во время обыска в моем доме они не смогли ничего найти. Они увезли меня, пытали. Когда отпустили спустя три дня, дали результаты экспертизы, которая показала, что на моем теле не было никаких следов от пыток. Мне в руки попало решение о причинах моего ареста на трое суток. Там было написано, что в 5 часов утра возле магазина Евромаркет участковый при людях попросил у меня документы, а я в ответ оскорбил его. Хотя я не знаю его. Я написал заявление и отнес в МВД, омбудсмену правозащитной организации, прокуратуру и отдел по борьбе с терроризмом. Во все эти органы я отнес по одному заявлению. Мухтин Джон Ахмедов объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом, членством в запрещенных организациях и контрабанде. Объявления о розыске с его фотографией расклеены в общественных местах. Мухтин Джон Ахмедов живет во Франции с 2019 года. Он ищет убежище. В распоряжении ОЗОТЛИКа нет информации, которая могла бы в независимом порядке подтвердить или опровергнуть обвинения, предъявленные Ахмедову. Ахмедов, который говорит, что является мастером по изготовлению бытовых предметов, опровергает эти обвинения. Я не признаю предъявленные мне обвинения. Я ничего не совершал. Я ведь ремесленник, постоянно находился на работе. Но после моей жалобы они сделали из меня террориста. Как можно предъявлять человеку взятые из воздуха обвинения? Разве жизнь человека – это игрушка? Правозащитница из Франции, бывшая сотрудница организации FIDH Беранжер, является одним из социальных сотрудников, представляющих интересы Ахмедова, который на протяжении последних семи лет находится в поисках убежища за рубежом. Она говорит, что во Франции достаточно верующих беженцев, которые находятся в подвешенном состоянии, ожидая решения правительства страны. Уже несколько месяцев мы занимаемся защитой господина Ахмедова на основании того, что ему угрожают пытки в случае возвращения в Узбекистан, в страну, гражданином которой он является. И это опасение отражено в решении Французского национального суда по вопросам убежища в Париже и Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Министерство внутренних дел Франции предприняло серию административных ограничительных мер против господина Ахмедова, не давая ему возможность защищать и отстаивать свои права при участии адвоката в рамках судебного процесса. В данный момент у Ахмедова нет права требовать от МВД конкретных доказательств о так называемых фактах, в которых он обвиняется. Таким образом нарушается принцип презумпции невиновности. Это, в свою очередь, позволяет МВД и префектуре в любой момент совершить высылку или запрет возвращаться во Францию любому иностранному лицу, который сталкивается с такой ситуацией на основании подозрения, даже если у французской страны нет конкретных доказательств. Наша организация не единственная, которая сталкивается после терактов с такой практикой и выражает обеспокоенность повторений и увеличений таких случаев. И еще нас беспокоит то, как МВД старается ускорить процесс высылки господина Ахмедова, несмотря на то, что он проходит процедуру прошения убежища. То есть, несмотря на то, что у нас имеются убедительные сведения о риске применения к нему пыток в Узбекистане, господин Ахмедов продолжает находиться в такой ситуации. В настоящее время насчитывается достаточное количество узбекистанцев, которые в годы президентства Ислама Каримова, управлявшего страной почти 30 лет, были объявлены в розыск по религиозным и политическим обвинениям. Такие граждане обычно подозреваются в совершении преступлений, связанных с терроризмом, попыткой свержения власти, членством в запрещенных организациях, контрабандой и торговлей людьми. Сотни таких узбекистанцев, связавшиеся с Азатликом, говорят, что боятся возвращаться в Узбекистан, так как уверены, что в стране до сих пор отсутствует справедливая судебная система. Таких, как я, очень много. Что им нужно? Справедливый суд. Пусть судят открыто. Мы слышали, что Мирзияев помиловал 16 тысяч человек. Спасибо. Пусть они вынесут решение по таким, как мы. У нас есть желание вернуться в Узбекистан. Нас много. Я сейчас не знаю, что меня там ожидает. С 2015 года много чего изменилось. Я боюсь возвращаться. Не верю, что меня будет судить справедливый суд. Они могут сказать, что не будут предъявлять обвинения, взяв их из воздуха. Но они предъявляли мне обвинения именно таким образом. Нам нужна справедливость. После прихода к власти президента Шавката Мирзиоева в 2016 году в Узбекистане были оправданы многие узбекистанцы, обвиненные по религиозно-политическим мотивам. В одном из своих выступлений президент говорил, что 16 тысяч человек исключены из черного списка. В распоряжении Азатлика нет информации о точном количестве узбекистанцев, объявленных в розыск, но опасающихся возвращаться на родину. Согласно отчету генерального прокурора Нигматилы Юлдашева, сделанного во время 14-го пленарного заседания Сената Оли Маджлиса 23 апреля 2021 года, количество объявленных в розыск узбекистанцев составляет 9700. Из них 6761 человек, или 75% до сих пор не задержаны. Руководитель, базирующийся во Франции Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежда Атаева, говорит, что правительство Узбекистана во главе с Шавкатом Мирзиоевым, которое обещает провести ряд реформ в области прав человека, должно решить судьбу этих граждан, опасающихся возвращаться на родину. Решение Франции по делу Ахмедова уже известно. Он получил отказ. И такая позиция Франции, на мой взгляд, объяснима тем, что эта страна пережила серию громких терактов, над участниками которых судебные процессы все еще продолжаются. Убийство учителя Самуэля Пати совершено с особым вниманием. И если у адвокатов или правозащитников достаточно фактов о невиновности таких заявителей, то, конечно, у них есть большой шанс получить международную защиту. И поэтому я считаю важным, что несмотря на текущую ситуацию, политику во многих странах демократического сообщества, такую осторожность, важно понимать, что в Узбекистане пока еще сохраняется практика фабрикации обвинений и объявления в розыск по ложным основаниям. Продолжение следует...